Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. И это все о нем, то есть о Fusion. Судя по комментариям тема востребованная, так что будем продолжать. Итак, если вы посмотрели всю серию скринкастов, то создавать 3D модели вы уже умеете. Даже умеете их анимировать, но еще ничего не знаете о материале. А эта вещь важная, поскольку материал придает объектам реалистичности. Фактурка. Кто-то просил в комментариях показать анимацию на примере планеты, я покажу на примере планеты работу с материалом. Опять же не претендуя на художественную ценность, вот такую планетку я нарисовал. Кроме того, что она объемная, она еще и рельефная. Делается, кстати, быстро. Поехали. Shape 3D. Сфера. Давайте сразу кинем сюда свет и отрендерим. И засветим фонарем. А, ну да. Отображение светов, которое по умолчанию выключено. Обо всем этом я говорил в предыдущих видео, ссылка на плейлист в описании. Теперь, что касается фактуры. В принципе, вы можете натянуть на любую 3D модель какое-нибудь изображение. И это уже можно назвать фактурой. То есть вот у нас куб. Просто закидываем на него фоточку. Где-то у меня была. Ага, вот здесь. Логотип Rezol. Закидываем и получаем изображение, продублированное на все грани. Или включив Cube Mapping, имеем одно изображение, растянутое на весь объект. Вот в таком вот виде. Так, у меня спрашивали в комментариях, как на разные грани натянуть разные изображения. Честно говоря, мне такое было не нужно никогда и на скорую руку я ответ не нашел. Если бы мне такое понадобилось, я бы либо представил, как это будет выглядеть на гранях и сделал выкройку. Благо, что это куб и нужно просто разбить изображение на квадраты и в каждом квадрате вставить свое. Либо можно просто приклеивать на куб имидж плейны с разными изображениями. Потом их подгонять по размеру и так далее. Ну, в общем, вот таким вот образом. Но выкройка, мне кажется, проще. Ладно, забыли про изображение. В общем, натянуть его мы можем и в том числе на нашу сферу. И если взять, например, фактурку какого-нибудь песка и натянуть на нашу планету, то получится что-то напоминающее поверхность. С этим можно еще поколдовать как-то, но мы сделаем по-другому. Итак, у нас в 3D материалах есть такая штука. Блин. Мы ее кидаем. А, я ее уже закинул. Кидаем на наш шейп. Блин это имитация материала. Блин это матовые поверхности, типа дерева или пластика. Еще есть фонг это стекло и ворт это металлы. Опять же можно рассказывать про это много, но у нас все-таки укороченный курс. Поэтому просто кинули блин и сгенерировали фастнойс. Фастнойс это очень полезная штука. С ее помощью можно делать почти все. Дым, облака, грязь. В данном случае мы создадим поверхность планеты. Сам по себе фастнойс ничего не даст, разве что придаст пятнистости. А вот если его кинуть на бамп мэп, он создаст рельеф. Бамп мэп тоже очень полезная нода. Если увеличить хейт скейл, то рельеф нашего шума проявится. Если вы например делаете деревянную поверхность и кинете на бамп текстуру дерева, просто фото, то он его поднимет так, что не отличишь. Единственное нам тут нужно еще поработать с нойсом. А вот так примерно. Уже похоже на поверхность планеты. Кидаем на блин и получаем вот такую историю. Наша сфера. Сейчас она белая, но мы сделаем ее, например, красной. Красная планета. Цвет отражения у нас сейчас белый. Тоже сделаем его красным и чуть-чуть поработаем с экспонентой и интенсивностью. Все, пока хватит. Ну и все, теперь нам осталось кинуть. Кстати, вот что делает бамп мэп, если кинуть на него фотку. Он поднимает рельеф. Вот практически кожа получилась. И нам осталось. Сейчас фонарь чуть-чуть подкручу, только у нас типа свет сверху слева бьет. И добавим еще ambient light синий, потому что это космос. И последнее, что нам осталось, это дать фон. Просто image plane, на который мы кинем первую попавшуюся фотку звездного неба. Нарисовать небо самому в принципе не сложно. Это можно сделать с помощью частиц. Но о частицах мы будем говорить позже, поэтому просто кинем фотку. Вот такое небо. И как с фоном для кубов в предыдущем видео. Просто отодвигаем и увеличиваем скил. Сразу кинем камеру. Ну вот. Такой примерно у нас получается результат. Сейчас я еще со светом поработаю, выгоню и покажу, что получилось. А получилась вот такая красная планета. Сделана на скорую руку. Я потратил минут 20. Ну и результат, я думаю, соответствует 20 минутам потраченного времени. Вообще, конечно, если бы мне в детстве показали такую штуку и сказали бы, что это делается за 20 минут, я бы не поверил. Вспомните, какие были спецэффекты еще 15 лет назад. Причем в топовых фильмах. А сейчас 20 минут на среднем по железу компьютере и в бесплатной программе. Все, любите друг друга, снимайте на хромаке, кейте и делайте дома «Звездные войны». Ну и естественно подписывайтесь на наш канал и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.